Вопрос действительно животрепещущий, и мало того, как мне кажется, эта тема такая действительно сложная и часто возникающая у дизайнеров. Я хочу вас немножечко познакомить, немножечко предупредить. Сейчас не будет просто. Не будет такого, что я вам сейчас дам пилюлю, скажу светлый. Все вперед. Будет сложно. Пожалуйста, подготовьтесь к этому. Придется сосредоточиться, сконцентрироваться и воспринимать информацию. Во многих компаниях часто возникает такая ситуация, что над одним и тем же продуктом работает, например, пара дизайнеров. Один предлагает один вариант, другой другой. И часто бывает такое, что спорят темный или светлый фон. И в очередной раз возникла такая ситуация. Ко мне пришли коллеги со словами о том, что давайте мы подумаем, в нашем сервисе внутри есть и темный фон, и светлый. И мы бы хотели, наверное, привести это все в порядок и выбрать все-таки светлый или темный, и не знаем какой. Давайте проведем опрос или юзабилити-тестирование и решим, какой все-таки фон. На самом деле ни юзабилити-тестирование, ни опрос не подходят как методы для того, чтобы ответить на этот вопрос. У нас даже были неудачные попытки, когда фактически нас надавили. Давайте проведем все-таки опрос. И делали два варианта сайта светлый и темный. Мы провели опрос, победил один из вариантов, потом сделали АБ-тест и победил другой вариант. С значительным перевесом. Поэтому я могу ответственно заявить, что опросники в данном случае не работают. Одновременно с этим коллеги из Альфа-банка поделились информацией о том, что у них прямо сейчас тоже такая же ситуация. У них там есть приложение темный и светлый, и непонятно, хочется вроде как привести к какому-то порядку, и хотелось бы сделать какой-то выбор. Я все это обдумывала. Одновременно с этим мы активно взаимодействовали с командой Brain Company. Я подумала, что, наверное, нейроисследование — это тот самый метод, который может нам здесь помочь. И действительно это было так. Сейчас я немножко отдышусь. Я с пятого этажа бежала к вам. Для начала мы поставили себе задачу определить все-таки темный или светлый фон. Но предположили мы, что, возможно, есть ряд условий, которые могут повлиять на этот выбор. И мы разработали несколько переменных. Мы выбрали два сервиса, как стимульные материалы, развлекательный сервис и сервис для выполнения задач. Соответственно, для каждого из этих сервисов сделали темный и светлый фон. Это было сделано на смартфоне и на вебе. Мы помещали людей в темное помещение и в светлое помещение. Мы заставляли их выполнять задачи в спокойном состоянии и в стрессе. И также мы брали такой разброс по полу, по возрасту. И с разным зрением у нас были люди со 100% и с близорукостью. Что по респондентам? У нас было 30 человек, мужчины и женщины, средний возраст 28 лет, стоят в браке, зарабатывают более 40 тысяч рублей. Мы специально выделили, что они были активными пользователями-одноклассниками и пользуются мобильным банком просто для того, чтобы наши стимульные материалы были для них не в новинку. И еще с правой стороны у меня куча требований физиологического характера, которые мы предъявляли к рекрутингу, которые действительно были важны. Я понимаю, что это довольно забавно. Зачем? К какому именно пункту? Рост влиял на то, как айтрекер будет ловить глаза. То есть если слишком высокий, то он будет терять… Айтрекер просто потеряет взгляд. Нет, это был стационарный. Вот. Ну то есть все эти характеристики были действительно важны. Еще раз. Как мне объяснили коллеги, я сама не сильна в нейрофизиологии настолько, чтобы ответить на этот вопрос, но, как мне сказали коллеги, это бывает важно, бывает, что это влияет. Бывает, что люди с нетрадиционной ориентацией как-то по-другому себя могут повести. Могут, а могут и не повести. То есть нам нужно было выработать ряд требований физиологических к людям таких, чтобы никакие особенности поведения, связанные с разными параметрами, ни в коем случае не повлияли на наши результаты. То есть мы скорее перестраховались. Но вопрос замечательный. Может быть, я попрошу у коллеги, которым я задавала этот вопрос, как-то более развернуто ответить. Я вижу, как все интересуются этим. Животрепещущая тема. Так вот, все эти респонденты выполняли серию заданий в разных вариантах интерфейса на вебе, на смартфоне, в темном светлом помещении, со стрессом, без стресса. Мы выделили несколько метрик, про которые Андрей как раз рассказывал, которые, собственно, измеряли и на них смотрели. Теперь нужно сосредоточение. Смотрим и слушаем. Вообще, если объединить все данные по всем людям, по всем ситуациям, в которых мы людей ставили, то принципиальной разницы, статистически значимой, нет. Темный или светлый интерфейс. При этом в стрессовых условиях, опять же, если объединять людей по полу и по всем продуктам, то в стрессовых условиях темный интерфейс вызывает положительные эмоции, светлые, негативные. Вне стрессовых условий на темном интерфейсе легче обрабатывать информацию. Я понимаю, что вам сейчас обрабатывать информацию тяжело. Вечер и вообще, в принципе, это сложно, но у вас всегда будет возможность вернуться к этим материалам тогда, когда понадобится вам принять какое-то решение, все-таки темный или светлый интерфейс. Вот. Оказалось для меня вообще сюрпризом, что в темном и светлом помещении нет разницы по нашим метрикам, какой лучше темный или светлый фон, а также тон интерфейса не повлиял на время выполнения задач значимо. Теперь поехали по разным сервисам. Начнем с сервиса для выполнения задач. Сразу расскажу вам кодировку свою. Вот этот желтенький цвет означает, что это утверждение для человека любого пола. И мужчины, и женщины работают. Если вы видите беленькое, значит здесь какое-то есть разделение по полу. Таким образом, в стрессе, в сервисе для выполнения задач на вебе, темный вызывает у человека большее вовлечение и меньшее раздражение. В светлом варианте мужчины вовлечены сильнее и испытывают более положительную эмоцию. Темный вариант вызывает более положительную эмоцию у женщин. Я не буду, наверное, зачитывать, вы все можете просмотреть. Теперь я вам расскажу, как с этим работать. Допустим, мы берем некий сервис. Никто не будет спорить, что этот сервис не для развлечений. Явно. Он явно для выполнения задач. В стрессе. Да, аудитория здесь все. Возвращаемся на предыдущий слайд. Смотрим сервис для выполнения задач. В стрессе все. Соответственно, смотрим, что темный вызывает у человека большее вовлечение. Это значит, что он готов работать с этим сервисом больше. И меньшее раздражение. Не так раздражает. Ну, этот раздражает явно, да? Согласны? Еще пример. Тоже сервис для выполнения задач. Вне стресса. Аудитория все. Смотрим. Сервис для выполнения задач. Вне стресса. Светлый вариант вызывает у человека положительные эмоции, темный — отрицательные. В светлом варианте человек меньше раздражен и меньше тревожен. Соответственно, Gmail, с ним все в порядке. Еще пример, где аудитория превалирует. Как работать с аудиторией? Если сервис существует, и вы просто берете статистику и смотрите, есть ли у вас какая-то большая разница между мужчинами и женщиной, превалирует ли одна аудитория над другой. В сервисе бухучета, скорее всего, превалирует аудитория женщин. Поэтому это у нас сервис для выполнения задач, обычно в стрессе, и аудитория женщины. Возвращаемся в стрессе. Сервис для выполнения задач. Темный вариант вызывает более положительную эмоцию у женщин. Ну и вот это тоже актуально. То есть то, что для всех работает. Я имею в виду, как подходить к анализу. То есть я сейчас не оцениваю продукты, которые говорю. Я скорее рассказываю, как вот с этой штукой, которую я представляю, как с ней работать. То есть мы берем сервис и куда смотрим. Вот. Теперь берем сервис для выполнения задач, но уже на смартфоне. Смотрим стресс. В светлом варианте человек менее раздражен. В темном варианте человек менее тревожен. Вне стресса человек увлечен сильнее при взаимодействии со светлым интерфейсом. Опять, что делаем? Вот, например, у нас сервис для мобильного, за тем, чтобы следить за акциями, ну и как-то что-то докупать. Это у нас сервис для выполнения задач. В стрессе, на смартфоне, значительная аудитория. Я посмотрела по статистике, у него мужчины. Соответственно смотрим. Стресс, выполнение задач на смартфоне, мужчины. Светлые мужчины сильнее вовлечены и испытывают позитивные эмоции. Женщины негативные. Это если говорить про всю совокупность, и это про тревогу. Это тоже актуально, но это про метрику тревоги. И тут опять же, да, вы когда смотрите на эти метрики, думайте, какая из метрик в вашем сервисе важнее. Важно ли вам, чтобы человек не тревожился здесь или все равно? Важно ли вам, чтобы человек был вовлечен вот сейчас, не испытывал там скуку или отвлечений каких-то, чтобы он сосредоточен был. Наверное, когда вы акции, там, что-то с ними делаете, важно, чтобы он был вовлечен. Поэтому смотрите больше на эту метрику. То есть в зависимости от того, что у вас за сервис и что вам больше надо, вы обращаете внимание на те или иные метрики. Дальше. Сервис для развлечения. Мы специально не делали измерения в стрессе, потому что согласны все с утверждением, что развлекательными сервисами, когда мы в стрессе, мы не пользуемся. То есть мы развлекаемся тогда уже, когда мы не стрессуем. Ну мы можем стрессовать, но уже нам не важно выполнить задачу здесь. То есть нам, в общем-то, все равно. Мы уже здесь отдыхаем. Мы не выполняем никакую задачу. Итак, в светлом варианте человеку легче обрабатывать информацию. В темном варианте человек менее тревожен. Светлый вариант меньше раздражает мужчин. Как к этому подходить? Берем сервис, например, для чтения статей. Развлекательный на вебе. Смотрим. В светлом варианте человеку легче обрабатывать информацию. Скорее всего, аудитория более-менее мужчин и женщин одинакова. Легче обрабатывать информацию. Здесь важна обработка информации? Чтение статей. Чтение статей. Важна обработка информации? Важна, действительно. Значит, мы смотрим на эту метрику, что в светлом варианте человеку легче обрабатывать информацию. Важно ли нам, чтобы человек тут тревожился или не тревожился? Скорее всего, все равно, потому что есть у нас контент тревожный. Ну и ладно, хочет, что он потревожится. Читает там про маньяков каких-то, ну и пусть все читают. Значит, удовольствие. Получает от чтения, раз читает. Дальше. Сервис для развлечения на смартфоне. Светлый интерфейс вызывает более положительные эмоции у мужчин, чем темный. У женщин никаких корреляций не было заметно, статистически значимо. Узнаете сервис? Reddit? Не знаете, да, что за сервис? Или знаете? Сервис очень популярный, особенно в Штатах, куда постят материал, который не запостен никуда еще. То есть это место, куда постят в самом начале и откуда уже перепащивают везде. Это американский сервис Reddit. Аудитория у него 70% мужчины. Мужчины. Смотрим. Светлый интерфейс вызывает более положительные эмоции у мужчин, чем темный. В общем, здесь, скорее всего, они менее положительные эмоции вызывают. Кроме того, что мы наблюдали за тем, как люди выполняют задачи в темном и светлом варианте, мы еще наблюдали за тем, как люди переходили у нас со светлого на темный интерфейс. Что мы заметили и что было статистически значимо? Переключение с темного на светлый вызывает большую когнитивную нагрузку по сравнению с отсутствием переключений. Наверное, капитанский вывод, что если нет переключений на разные фоны, то человек не напрягается умственно. Если переключение есть, то он больше умственных усилий затрачивает. При этом переключения вызывают положительную эмоцию у всех. При этом на вовлечение переключения никак не влияют. То есть они одинаково вовлечены независимо от того, есть переключение или нет. При этом при переключениях темный интерфейс раздражает больше, чем светлый. Соответственно, опять же, разные метрики. Вы каждый раз, в зависимости от того, какой у вас продукт, вы выбираете нужные вам метрики и смотрите сюда. Например, вот сервис с переключением, твич. У вас есть темный, есть светлый вариант. Ну, соответственно, выбираете, что вам важно. Я сделала для вас табличку, упрощающую отчасти вот это вот восприятие. Сейчас расскажу, что каждый из иконочек значит. Денюжки — значит сервис для выполнения задач. С другой стороны, человечек танцующий — сервис для развлечений. Телефончик и веб, всем, наверное, понятно. Человечек, которого в голову бьет молния, стрессует. А на диванчике, наверное, расслабления и стресса нет. Соответственно, схема такая. Смотрите на ваш сервис, понимаете, он для выполнения задач или для развлечения. Если для выполнения задач смотрим на этот кусок, смотрим веб у нас или мобильник, и думаем о том, чаще всего, работая с вашим сервисом, человек находится в стрессе или нет. Соответственно, смотрим в нужный блок. И здесь я скорее, вот где я написала «Светлый для всех», здесь вы понимаете, что это скорее обобщение. Это не про все метрики, а может быть какая-то из метрик лучше. Если вам нужно погрузиться, то возвращайтесь к предыдущим слайдам. На самом деле я на этом хотела бы закончить, потому что было непросто, я понимаю. Но если будут в зале зануды, которые захотят узнать, узнать, а как это было, а почему, а какие цифры, а зачем, покажите, то дальше у меня еще 23 слайда про это. Но вообще я бы хотела избежать. Да, давайте вопросы, и если будет один из вопросов продолжить, то я продолжу, пока меня не скидают помидорами. Сейчас микрофон будет. Очень интересно было, скажите, пожалуйста, вот когда я делаю сайт, предположим, черный цвет на белом, это документ, тем более с грифом, допустим, налоговая инспекция, депрессия, это бумажка, ассоциация с бумажкой, реальной бумажкой. Я смягчаю специально цвета до серого. Они мягче, они неофициальны. Вы когда-нибудь в своем исследовании шрифты меняли их именно, там, красные, синие, это же кардинально меняет картинку полностью, потому что белый цвет и белый фон и герб — это депрессия, там, МВД, понятно. Сразу ассоциация. Спасибо. И принятие. Смотрите, мы, я пыталась найти материалы какие-то на эту тему, открытые какие-то данные, научные исследования, ничего не нашла. Поэтому мы как бы сделали первый шажочек в эту сторону. И нам хотелось, чтобы у нас не было каких-то больших разногласий, там, красный шрифт, зеленый шрифт, упростили все черным по белому или белым по черному для того, чтобы подступиться к этому. То есть это больше исследовательская задача, чем практическая. То есть у нас не было тут задачи прям конкретно для какого-то сервиса решить, у которого там красный шрифт. Скорее выработать подход, начало. Если дальше будет понятно, что нужно куда-то двигаться дальше, что у нас очень часто используется красный шрифт, там, какой-то кегль, капс, еще что-то, то можно двигаться дальше в эту сторону, расширяя просто имеющиеся знания. Вечный вопрос, да, темный или светлый, собственно. Смотрите, я что заметил. То есть как раз было написано, что при переходе с темного на светлый, так скажем, испытывает там когнитивную нагрузку, да, собственно говоря. По сравнению с отсутствием переключения, да. То есть, но мы понимаем, что есть, так скажем, ну, если мы говорим о сайтах, приложениях, там ВКонтакте, Фейсбук и так далее, да, там тот же самый Google поиск, Яндекс поиск, да. То есть исходя из того, что основная масса приложений, которые люди используют, это на светлом фоне, то если мы, собственно, клиента будем с рекламой или откуда-то дальше переключать на приложение или на сайт с темным фоном, изначально мы уже понимаем, что это будет нести когнитивную нагрузку. Не означает ли это, что тут надо принимать решение, что все-таки надо делать в пользу светлого вообще все? Нет, потому что каждый раз, когда вы принимаете какое-то решение, это нужно делать с головой, и вы оцениваете в вашей ситуации, действительно ли критично вот это повышение когнитивной нагрузки. Критично или нет? Если критично, то тогда, соответственно, вы делаете свой вывод. Не всегда повышение когнитивной нагрузки — это прям вот ах, как плохо. Ответила? Наверное, придется все-таки пролистать вперед. Черт. Вопрос как раз про стресс. Вот мы и выяснили на зануду. Да, значит, а каким образом вы погружали уважаемых респондентов в состояние стресса? А вот коллеги уже рассказывали, мы использовали такую же методику, мы заставляли людей одновременно с выполнением задач считать. Раз, два, три, четыре, пять, и при этом выполняешь задачи. Таким образом вводили их в стресс. У нас изначально была идея дать человеку номер его рейса и сказать ему, что ты типа в аэропорту, вот сейчас там всякие люди разговаривают, и услышь свой номер рейса. Потом мы поняли, как это сложно организовать вкупе с в целом сложным реальным исследованием, в котором куча переменных. И мы решили более простой вариант выбрать. А вот вы не рассматривали вариант, например, с задержками какими-то или там, допустим, с какой-то увеличенной паузой. Ну, то есть человек, допустим, хочет что-то сделать, да, а у него задержка возникает, и он ожидал, что это откроется, а оно не открывается, у него начинается там стресс. Так не делали, потому что у него, точнее, не потому что, мы не рассматривали такой вариант, который вы предлагаете, просто я сейчас уже начинаю сочинять, как бы хорош этот вариант или неплохо. Скорее всего, он вызовет действительно стресс, но, с другой стороны, стресс у нас будет не во время выполнения задачи, а когда он не выполняет задачу. А нам нужен был стресс во время выполнения задачи. То есть он как бы притормаживает, перестаёт её решать. Но, может быть, коллеги-нейрофизиологи не согласятся со мной, потому что я всё-таки не нейрофизиолог. Не, не надо. Спасибо ещё раз. У меня тоже вопрос про стресс. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к мнению, что стресс и развлекательные интерфейсы, развлекательное что-либо, контент, это не надо смотреть на развлекательный контент в ситуации стресса. Вы сказали, что вне стресса это происходило. То есть меня интересует, это эмпирически, или вы просто в каких-то других целях отказались от такой части? Ну, вообще, наша задача была использовать переменные, которые, как нам кажется, повлияют, но при этом не делать из исследования просто какой-то гигантский невыполнимый. Просто очень большое, чтобы анонимы. Знаете, я почему спросила? Потому что у кого есть Инстаграм? Мы всегда вне стресса листаем его? Ну, вот непонятно, да, но тем не менее такой у меня вопрос. Спасибо. Может кто-то ответить? Листаем ли мы Инстаграм вне стресса? Да, все верно. То же самое с сериалом, телевизором, то есть любой рутивной активности. Вы стараетесь расслабиться, у вас нет определенной задачи, которую надо выполнить, поэтому вы можете даже не смотреть в это, а… Да, и кроме этого в самом приложении нет никакой задачи. То есть вы можете даже взгляд расфокусировать от Инстаграма, вообще думать о своем, а просто листать, и вас даже движение успокоит. Поэтому мы и не взяли. Вот, а я поэтому и спросила, какие были основания для того, чтобы такой случай не рассматривать. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо большое за наклад. А вовлеченность как измеряли? Это все с помощью ЭЭГ. Как рассказывал Андрей, у нас была… Мы вообще полтора года вместе работали, у нас была куча проектов, в том числе чисто экспериментальных, для выбора, выработки этих методик, когда мы там в том числе использовали игру, в которой мерили скуку, раздражение, вовлечение. И после вот этого ряда наработок выработались некие метрики, которые уже можно было использовать. То есть мы получаем вот эти вот графики ЭЭГ огромные и методом хитрых манипуляций превращаем их в метрики, которые разработали раньше. Ну, по-простому можно ли сказать, что вовлеченности, когда я больше внимания, все свое внимание туда устремляю, меня там что снаружи не интересует. Поток говорит о вовлеченности. То есть это задача сейчас. Анатолий Казаков. А удалось где-то применить уже результаты исследования? Например, выяснили, что мужчинам комфортнее отдыхать на темном фоне, перевели авто mail.ru в темный фон и увеличились показатели. Пока еще нет. Недавно исследование было. То есть вот только-только свежие результаты. Планируем. Есть еще вопросы? Кажется, вопросов больше нет. Спасибо большое, Ксения. Еее, мы не продвинулись дальше. Я рада. Спасибо. И наш последний докладчик Мария Кончарова, которую сейчас наденут гарнитуру. Здорово, спасибо. Продолжение следует...